Больше 4 миллионов туристов побывали в Ростовской области, а пассажиропоток на СКЖД вырос на 40%. Такие цифры по итогам прошлого года озвучили сегодня на пресс-конференции, посвященной развитию туризма в нашем регионе. Вложение в него, кстати, превысит 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Особое внимание сейчас Таганрогу. Город продолжают благоустраивать к его 325-летию. Мероприятия, которые направлены на инфраструктурные преобразования города, и мы в прошлом году озвучили, что, допустим, роща Дубки в Таганроге, знаковое место, был первый этап благоустройства завершен. В этом году планируется как раз к этой дате, 325-летию, завершить и второй этап. Турмаршрут-стартап Петра Первого в прошлом году прошли больше полутора тысяч жителей нашего и других регионов. В Таганрог сейчас несложно доехать из Питера. В прошлом году запущен прямой рейс, так что гостей ждут и на оборону Таганрога в Крымской войне, и на зонтичное утро. Приглашают и на набережную, ее благоустройство начнется в этом году, а дальше хоть по воде. Уже в мае с 96-метрового плавучего причала отправятся первые пассажиры. На первом этапе приобретены два речных судна и два морских. И будут связаны все наши точки, локации Пагаевка и Константиновская, Старочеркасск. То есть все это будет совершенно оживлять уже по-другому эти территории. Добираться к достопримечательностям должно быть удобно и на своем автомобиле. В этом году с опережением графика сдадут обход Аксая и с трассы будет съезд в Старочеркасскую, одну из ключевых туристических локаций. Супервыгодное инвестпредложение со стороны региона. Регион власть вкладывает миллиарды рублей с точки зрения модернизации всей этой инфраструктуры дорожной, энергетической, коммуникационной, интернет. А соответственно бизнесу создаются уникальные возможности по инвестированию и в места средств размещения, и соответственно места отдыха, рекреации. Что мы видим, собственно и происходит. 2023 объявлен в Ростовской области годом Атамана Платова, так что туристы могут отправиться по Большому казачьему кругу. На нем Старочеркасский музей-заповедник, Вознесенский всеказачий собор в Новочеркасске, музей Тихий Дон и не только. Большое значение в развитии туризма играет направленность рекламы. Реклама счетовая на трассе М4, она в связи с чем появилась? В связи с тем, что закрыт аэропорт и у нас основной поток наших туристов движется по трассе, соответственно. Мы должны подумать о тех каналах коммуникации, которые доступны именно автопутешественникам. Большой энногострономический маршрут Долина Дона, фестивали Донской Ухи помогут туристам распробовать Ростовскую область и убедят вернуться сюда еще не раз. Куда поехать, можно выбрать на сайте Вольный Дон. Дмитрий Сумской, Юрий Санкин, Первый, Ростовский. Субтитры создавал DimaTorzok